В этом учебном году в нашей школе будет обучаться 1570 учеников. Первоклассников 170 человек. В этом году наша школа 35-й раз отмечает 1 сентября, 35-й раз мы начинаем новый учебный год. Мы переходим на освоение федерального государственного образовательного стандарта с учащимися 10-х классов. У них появится внеурочка, определяющие моменты изменятся в учебном плане. Будем осваивать вместе с детьми в этом учебном году. Педагогов, родителей и учащихся я поздравляю с новым учебным годом. Желаю всем, чтобы он был мирным, ярким, радостным, полным творческих открытий, интересных встреч. Любой день 1 сентября, конечно, это волнительный день, тревожный. Много обещающий, много мы ждем от этого дня. И, естественно, хочется пожелать, чтобы у детей все складывалось хорошо, как они задумали, чтобы учились только на пять. Радовали своих родителей, нас, учителей. За каждого ребенка мы переживаем как за своего. И каждый новый учебный год, особенно 1 сентября, в первом классе, это как новый этап жизни, который проживаем мы вместе с этими ребятишками. В школе я работаю около 20 лет. В этом году у меня самый большой класс за всю мою трудовую деятельность. 35 человек. Каждый новый набор, конечно, отличается. У каждого набора есть какая-то изюминка. Одни классы получаются очень дружными, другие классы получаются очень веселыми, подвижными, спортивными. Поэтому это, конечно, зависит от того багажа, который ребенок принес в школу. Я был учителем, мечтала стать вот с 1 сентября, наверное, первого класса. Первой моей ученицей была моя родная сестра, которая у меня на 5 лет была младше, и я ее усаживала вместе с куклами, с тетрадками, с карандашами. Вот. И вот это желание стать учителем, вот оно у меня не пропало, и в результате я обрела именно эту профессию. Детей очень люблю. Разделять их радости, их какие-то успехи, это всегда приятно. Это наше будущее. Мы познакомились с учителями. Мы попробовали поговорить с учителями и сделать какие-нибудь задания. Я хожу в школу для того, чтобы научиться к чему-нибудь. И, например, если будут какие-нибудь сложные вопросы задавать, тогда можно на них ответить. Я хотел бы пожелать, чтобы они стали большими и трудолюбимыми учениками, чтобы учились они только на пятерки и не допускали никаких ошибок. Я желаю своим родителям, чтобы они приводили меня каждый день в школу, потом уже не работали и получали большую заплату. Потому что он был веселый и хороший. Заниматься в классе понравилось. Там много друзей, набираться знаний. Я хочу.